Неприятное поражение нокаутом в той же Флориде от Антонио Авелара. Бой нетитульный. Но все же в 87-м году получает еще один шанс. И, наверное, этот шанс был бы последним для Билфреда Васкеса. Но на этот раз он отправляется в Корею. И там в Сеуле одерживают победу нокаутом над Чангом Йонг Парком, становясь чемпионом мира. По версии, на этот раз, WBA. Далее в Японию его путь лежит. Через три месяца там он бьется с местным боксером. И, естественно, публика и в некоторой степени судьи на стороне его соперника. Тем не менее, до ничьи он добился. Дальше из Японии отправляется в Таиланд, чтобы встретиться с еще одним местным боксером. Я имею в виду вот все три страны азиатские, три местных любимца. И раздельным решением судьи он уступает. Решение довольно спорное. Он уступает Каокору Гэлакси. Надо сказать, что это был первый случай в мировой истории, чтобы два брата Гэлакси, был еще и Каосай, стали чемпионом мира. Они близнецы. Близнецы, братья, впервые становятся чемпионом мира. Раздельным решением, повторю, проигрывает Васкес. Васкес. Уже в следующем бою он выходит на многолетнего чемпиона WBC, но бой не титульный, рейтинговый. На Рауля Переса не дает себе паузы совершенно. Три месяца всего проходит. Рауль Перес очень мощный боксер. По очкам уступает ему Васкес. И еще через какое-то время, проведя два поединка с не самыми выдающимися боксерами, он попадает на Израиля Контрераса, будущего чемпиона мира из Венесуэлы. И следует нокаут в первом же раунде. Он уступает. Казалось бы, карьера закончена у Вилфреда Васкеса. Ничья. Три поражения очень неприятных. При том, что продолжает он путешествовать, он дерется в Испании, он дерется в США. И тем не менее, спустя год и девять месяцев после очень обидного поражения нокаута, позорного, конечно же, для боксера такого уровня поражения нокаута в первом же раунде, он отправляется в Мексику. В Мексику драться с местным героем, все тем же Раулем Пересом, которому он уже уступил один раз. И на глазах изумленных болельщиков, поклонников Переса, он добивается победы нокаутом в третьем раунде. А это бой за титул чемпиона WBA уже в следующей весовой категории первого полулегкого веса. И далее он защищает свой титул, где только он его не защищает. И в Италии, и трижды во Франции, и снова в Японии, и в США, и опять во Франции. Объездил с боями Вилфреда Васкас действительно весь мир. И вот можно сказать, что снова он боксирует на родине соперника. Ему не привыкать. Орландо Канисалес, мало того, что он американец, он из Техаса. В Сан-Антонио, штат Техас, именно и проводит свой бой. Орландо Канисалес согласился на это Вилфредо Васкес. Девятая защита титула для него. И бой идет с переменным успехом. И у того, и у другого сильные стороны есть. Оба замечательные боксеры обратили внимание. Они выдержали мощнейшие удары со стороны друг друга. И я вам предлагаю, не буду навязывать свое мнение, предлагаю сделать выводы, кто же в этом бою был сильней. Мнения судей по итогам 12 раундов разделились. Вилфредо Васкес сумел одержать победу 116, 115, 115, 113. В его пользу 117, 113 в пользу Орландо Канисалеса. Судите сами, справедлив ли этот вердикт. В дальнейшем, уже в следующем бою уступил титул Вилфредо Васкес, но потом сумел стать еще и чемпионом WBA в полулегком весе. Он чемпион мира в трех весовых дивизионах, его карьеру по сути закончил, хотя она еще продолжалась довольно долго, до 42 лет боксировал Васкес. Закончил по сути Насим Хамед уже 38-летнего ветерана, нокаутировав в седьмом раунде и отобрав у него титул. Ну а Орландо Канисалес больше на вершину не поднялся. Взяли с друзьями Клинского Светлого. Смотрим хоккей. Сидим, игру оцениваем. Тут Женька заявляет, сегодня уж фигуристки страсти на льду показывают. Переключим? Ничего мы ему не ответили, только скорее Клинского Светлого налили, ведь вкус у него такой натуральный. Сколод, вода, хмель и ничего лишнего. Посидел Женька немного и просветлел. Ладно, игра хорошая. Фигуристкам и сами позвоним. Наше общее мнение Клинское высветляет сообщение. Биг Бонд представляет тенденции нового сезона. Соус, а мы достаточно модно выглядим. Биг Бонд всегда в моде. Картофельное пюре и аппетитно обжаренные кусочки натурального сочного мяса. Биг Бонд приходит во время еды. При сильной боли в горле есть новый тарафлюлар. Его мощная двойная формула поможет быстро облегчить боль и уничтожить бактерии. Тарафлю некогда болеть. Что мы ценим в настоящих друзьях? В трудной ситуации друзья всегда помогут. У нас свои ритуалы и мы всегда делимся лучшим, потому что мы друзья. Карлсберг пожалуй лучшее пиво в мире. Кому Новый год, а кому трудовые будни. Объявляю перерыв. Есть перерыв? Есть кит-кат? Меня часто спрашивают, как я могу работать там, где не выдерживает даже сталь. Верное дело, в природной крепости характера, силе духа и выдержке. А может в том, что результат стоит того. Пиво охота крепкая, крепость и выдержка. Тарафлю быстро поможет избавиться от симптомов простуды и гриппа. Тарафлю некогда болеть. Где наслаждение, там я. Модель? Нет. Личный стилист? У меня его нет. Я доктор. И в этом мое преимущество. Я знаю секрет красивых волос. Просто. Баланс кожи головы, который начинается с новой коллекции Head & Shoulders. Формула Актицинк помогает восстановить естественный баланс кожи головы. 100% свободы от перхоти. 100% свободы быть ближе. Новая коллекция Head & Shoulders. Мир прост. Когда знаешь точно, что ждет тебя на пятом уровне. GameSport. Вариации в режиме Play. От виртуозного скейта до аристократичного гольфа. От исторических скачек до гонок в стиле ретро. Киберспорт. Жизнь. Борьба. Ты поймешь это сразу. Если враг не сдается, у тебя всегда есть тысячи разных способов доказать свое превосходство. Звездами не рождаются. Ими становятся. Пока работает комп и ты получаешь онлайн инструкции на 7ТВ. Киберспорт. GameSport. По-прежнему эфире классика бокса Нокаут ТВ и сегодня мы вспомним бой Джо Кальзаги и Чарльза Брюера. 2002 год. 20 апреля. Кардив Уэльс. Местный герой Джо Кальзаги у которого несколько прозвищ в том числе гордость Уэльса итальянский дракон поскольку ну во-первых у Кальзаги итальянские корни во-вторых символ Уэльса это дракон красный дракон проводит 10-ю защиту титула чемпиона WBO в суперсреднем весе против американца Чарльза Брюера у которого прозвище попроще топор. Левша Кальзаги в очередной раз хочет порадовать своих поклонников эффектной победой. не любил и не любит до сих пор Джо Кальзаги уезжать за пределы Британии на бои лишь дрался он в Копенгагене было это как раз до поединка с Чарльзом Брюером быстренько закончил все в четвертом раунде и вернулся на родину. конечно же здесь ему обеспечена колоссальная поддержка например последний его замечательный бой объединительный за три титула против Микеля Кеслера собрал 60 тысяч человек только в зале. Все мужское население у Эльса конечно же в те дни когда он сражается на ринге переживает за своего любимца мощный удар у Кальзаги но может он действовать как и одиночным ударом свалить соперника бывали такие случаи выбрасывает за комбинацию несколько ударов с обеих рук плотных ударов как сейчас может действовать осторожно может принимать то что называется драку ввязываться в обмен левая неоднократно беспокоила его соперников и завершала для них поединок казалось бы вот если смотришь на фигуру Кальзаги а еще тем более если видишь его